За широкими полями, против неба на земле, жил старик в одном себе. Бессмертная история конька-грабунка в исполнении детского коллектива «Доброе утро» получается очень веселый, живой и необычный. Артист репетирует прямо в фойе, и даже это действие превращается в настоящее представление. Я играю отца, у меня есть борода. Отец, он такой, прям старик, он веселенький, такой забавненький, у него голос такой хороший, он хвалит своих детей, любит своих детей, и сам себя, конечно, любит. Это у нас кобылица. Я конек-грабунок, главный герой рассказа. Я очень озорной. Я есть конек, который везде мешается, везде сжается куда-то. Городской фестиваль юные дарования подошел к концу. В этом году он посвящен юбилею Самары, 430-летию города, и носит название «Тебе, моя Самара». В фестивале приняли участие более двух с половиной тысяч школьников. Жюри отобрало самые лучшие номера, и сегодня они представлены в гала-концерте. Я уверен, что среди вас в этих рядах находятся будущие Пушкины, будущие Толстые, будущие Рязановы. Мы все с вами хотим, чтобы наш город был не только красивым, уютным, удобным для людей, но и чтобы в нем росли, развивались счастливые, одухотворенные люди. Чтобы вы, уважаемые ребята, своими успехами формировали ту среду культурную, образовательную, которая бы наш город, имидж нашего города прославляла среди других регионов, а может быть даже и среди других стран. Я поняла, что нас всех объединяет, почетных граждан города, тех детей, которые участвовали сегодня в том, чтобы представить свои работы, педагогов, которые волнуются и сегодня, сидя в зале, за тех своих воспитанников и участников. Нас объединяет одно – любовь к нашему родному городу. Коллективы победителей не остались без наград. Художественные руководители получают благодарственные письма и дипломы, а юные творцы – славу, почет и уважение. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.